друзья всем привет с вами снова канал счастливые люди happy people что я вам сейчас показываю я вам показываю нашу электрокосу green power модель gt 1050 вот многие мне уже задавали вопросы я все обещал 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 вот наконец-то добрался до деревни такая вот у нас модель кто-то писал на точно такая же модель подскажите как что делать значит это сама рукоятка у нас она у нас тут регулируется получается вот таким вот образом как удобней отворачиваться от крепежный винт и ручка то есть выше ниже делается имеется такой тросик на карабин так получается чтобы вешать на шее рукоятка чтобы удержать но из сама головка которая пилит получая не пилит кости траву такой защитный кожух от попадания травы вот ну и что я хочу вам показать как многие меня спрашивали уже вот про сама простите про саму получается вот эту головку нашу что и как делать кто-то из наших зрителей спросил как ее снять как ее заменить и хочу показать вам как что делается но отворачивается на вас зажимаем саму головку и вот этот крепежный болт отворачиваем против часовой стрелки вот таким вот образом отворачиваем моего внутри он у нас получается ходит сидит плотненько то есть и там внутри как бы стопорная шайба есть если вдруг он винтик бывает вот так начинают раскальзывать то внутри там механизм стоит и он стопориться получается вот убрали получается дальше вытаскиваем саму головку я сил последний раз неделю две назад вот так сейчас по порядку сам корпус головки получается вот этой вот он здесь крепится на шайбе стопорной шайбе не видно не видно щас покажу поближе попробую стопорное кольцо вот оно такое маленькое стопорное кольцо получается снимаем и вся наша основная вот эта часть головки как бы снимается вот вставляется амортизирующая пружина вот сюда получается амортизирует для чего амортизирует я расскажу чуть позже также сама катушка сама катушка у нас куда вторая часть пружина вставляется сюда у нас получается две вот такие направляющие пластины для лески ну и сама катушка вот для лески вот таким вот образом выглядит как катушка на катушке имеются с двух сторон такие два крюка вот один крюк другой круг чтобы подцеплять лесочку вот давайте порядку значит для чего нам нужно это амортизирующая пружина то есть когда мы косим траву чтобы леска у нас раздвигалась то есть когда мы косим она соответственно убавляется 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 стирается вот так вперед бывает период переламывается как бы и затем мы получается когда вот косим траву мы немного нажимаем и за счет вот этой амортизации у нас леска получается начинает допустим был кусочек она начинает так выдвигаться вот на чтобы она выдвигалась нужно правильно заправлять леску вот на эту катушку сейчас про леску немножко расскажу вот у нас есть разная леска получается есть такая звездочкой форма звездочки не знаю видно не видно будет потом вот есть такая вот квадратиком сечение квадратное то есть есть также леска такая вот круглая круглые формы и есть леска еще у нас тоже такая по форме звездочки вот сечение по форме звездочки вот рассказываю по форме звездочки вот такую леску я как убедился уже много раз уже и косил получается нашей косой очень удобно косить когда трава еще маленькая то есть косит довольно таки замечательно легко срубает и все но высокую траву высокую траву ей косить неудобно она получается леска начинает быстро ломаться почему-то я не знаю из-за чего это происходит вот я как бы пробовал экспериментировал и для высокой травы отлично подошла вот такая леска где квадратное сечение вот если видно не видно вот то есть сначала получается я скашиваю высокую траву все где там уже до низ до земли не достал то есть я уже использую леску который по форме звездочка но вот что у нас есть круглая леска просто круглая такая леска для чего я еще и не использовал могу сказать для какой травм она подойдет не знаю может кто знает отпишитесь прокомментируйте ну давайте вот я вот взял оставшуюся леску тот кусочек у нас получилось примерно длиной где-то у меня сантиметров 60 получилось подальше поставлю сантиметров 60 примерно так получилось у нас лески но вообще леску я беру метр то есть не метр даже две руки выставляя и вытягиваю и как бы этого достаточно мне на одну катушку рассказываю что я сейчас буду рассказывать как заправить леску в нашу катушку берем леску вот так вот складываем ее пополам вот таким вот образом и немного вот так вот загибаем так загнули чичи наш пришел так загнули дальше берем нашу шпулю так называемую катушку и отбор какие насечки я здесь говорил чича чича да 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 ты нам обзор закрываешь чувак вот берем значит леску и вставляем вот в эти пазы на нашей катушечки поплотнее до упора соскучился давно видел мне дальше значит вот мы и зажали и вот таким вот образом получается наворачиваем леску чтобы один край шел по одной стороне и второй край лески шел по другой стороне отойди пожалуйста пожалуйста дадите не мешайте да 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 молодец ты смотри что и вот таким вот образом придерживаем и начинаем наматывать нашу леску мотали тут примерно у меня осталось сантиметров 5-7 дальше значит на самой катушки на самом корпусе для нашей катушки для школе имеются здесь отверстие и здесь для вот этих направляющих вот значит вставляем направляющие в катушку так ставили она нас уже старенькая выскакивает таким образом так и затем берем один край лески придерживаем другой край лески и вставляем в нашу направляющую один край ставили и затем берем второй край немножко придерживаем и вставляем в другую нашу направляющую конечно от конструкции часами пускать вот таким вот образом затем берем вот эту амортизирующую пружину надеваем и уже саму шпулю надеваем на пружину и при этом при этом чтобы у нас леска не запуталась потихонечку потихонечку вот так вот оттягиваем и не забываем при этом придерживать леску вот что должно у нас получиться то есть сама леска вот идет направляющий чтобы она там не день цеплялась с одной стороны и вот здесь она у нас будет как бы с другой стороны проходить так дальше мы и немножко делаем назад чтобы она у нас села на место на свое вот зафиксировалась как бы и вот она зафиксировалась плотненько села таким вот образом и затем мы уже берем наш болт удерживающий нашу шпулю на катушке и заворачиваем его по часовой стрелке вот таким вот образом все в принципе наша конструкция готова так мы меняем леску затем получается она у нас должна отщелкнуться и затем когда мы уже косим траву леска заканчивается то есть мы потихоньку рукой ударяем об землю то есть об траву и у нас леска вот таким вот образом когда у нас сжимается получается пружина у нас леска начинает выдвигаться сейчас ведь вот уже так то выдвинулась затем когда мы ее отщелкиваем она у нас фиксируется и уже дальше никуда и начинает идти и не раздвигаться потом опять допустим леска закончилась нажимаем и вот так вот видно не видно вам таким вот образом у нас получается леска опять выдвигается вот таким образом нужно менять катушку и еще кто-то из подписчиков меня спросил возможно ли заменить саму вот эту головку катушечную шпулю на новую до рассказываю возможно вот я купил значит катушку запасной фирмы чемпион запулилась я рассказываю ее принцип действий из чего стоит вот выглядит она немножко по-другому чем как бы родная катушка сейчас давайте родным задвинем вот но принцип действия такой же как и у катушки получается здесь под болт она сажается у нас кстати вот на за этой школе основной болт садится также все и одевается таким же вот образом пружина но здесь в отличие от той катушки мы просто леску просовываем через два вот эти паза сейчас продемонстрирую как то есть один край мы вставляем вот в это отверстие а другой край мы будем вставлять уже вот в это отверстие и также вот заматывать получается мы будем держать и нужно заматывать как бы от себя крутить вперед если вы будете крутить назад у вас лес как бы выдвигаться не будет вот это самое важное я не знаю как объяснить по правильному то есть получается вот если мы вот с этой стороны вставили с левой то нужно ее закручивать катушку саму крутить в левую сторону если мы будем крутить леску в правую сторону то соответственно нас леска уже выходить не будет вот такая вот катушка и вот здесь вот идет направление удобно показано вот я как говорил вот так если мы ее вращаем в левую сторону то соответственно леска вот по стрелкам вот так вот будет она идти вот таким вот образом ну и здесь все то же самое в принципе намотали получается она у нас так вот фиксирована также здесь две направляющих но здесь они менее съемные надеваем и фиксируем получается на саму катушку получается вот такая триммерная головка называется модель ht28 но такое видео хотел снять кто спрашивал вот насчет лесок и прочее что к чему вот как заменить леску значит и про саму катушку в какую сторону как отворачивается на нашей как бы косилки вот так но все ребят такое видео не знаю кому понравилось не понравилось правильный правильный рассказал может кто-то как-то по-другому меняет вот но я лично делаю как бы так вот ну все с вами были шли вы люди happy people всем пока пока кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь комментируйте задавайте вопросы всем удачи пока пока